Всем привет! Сегодня разберем новые дизайнерские заметки от разработчиков и посмотрим, какие изменения ожидают нас по балансу игры в ближайшем будущем, а точнее с выходом новой операции, которую, к слову, перенесли на неопределенный срок. Связано это с какими-то ошибками, на исправление которых потребуется больше времени. Если быть честным, то изменений кот наплакал, да и мы с вами большинство из них уже затрагивали, поэтому сегодня видео будет по большей части болтологическим. Я выскажусь немного в этом видео, ну а ваше мнение жду как всегда в комментариях, либо же если хотите подискутировать, приходите на стримы каждый день по вечерам для пользователей твич, ссылка в описании. Вообще, последнее время заметно, как разработчики стали намного аккуратнее подходить к нерфам и бафам. В конце того игрового года перед Six Invitational разработчики писали, что вносят патч с балансом очень маленьким не как обычно, потому что не хотят спутывать команды перед стартом самого крупного турнира по осаде. Сейчас же изменения тоже минимальные и какие правки в баланс разработчики откладывают. И ладно это были бы какие-то мелкие правки в баланс, так нет, перенесены аж на целый сезон изменения, которые нужны здесь и сейчас. Вы наверное догадались, что речь идет о Финке, без которой теперь не обходится ни один матч, и она улетела в космос на графиках пикрейта. Интересно было бы посмотреть на лица тех, кто заливался с пеной у рта о том, что Финка мертва, после того, как ее способность реворкнули. Ну-ну. Для сравнения слева график от января, а справа нынешний. Разработчики пишут, что хотят изменить как самого оперативника, так и пулемет Финке. С учетом сегодняшних реалий можно с уверенностью заявить, что под словом «изменить» они будут нерфить пулемет. И если нерфить способность мне мотивация понятна, то что случилось с пулеметом такого, что его нужно нерфить? Он со старта в игре, и насколько мне известно, в него за 6 лет не вносилось изменений. То есть 6 лет он не был имбой, а сейчас вдруг стал. Проблема исключительно в способности, а с пулеметом за Финку все бегают только по той причине, что там есть удобные для него кратники, например полторашка, и пулемет под бафом Финки быстро перезаряжается. Естественно, большая заслуга такого пикрейта это гоны с Х плюс гранаты, ну и буст ХП, который не спадает со временем, как это было раньше. Опять же, если будут нерфить оружие, то не только у Финки. Это коснется и Фьюза, который уже не так выгодно смотрится с этим пулеметом на фоне Финки. В защите же, уже какой сезон в топах висят Егерь и ой какая неожиданность убитая в хлам Мелуси. Потерпевшая неоднократные нерфы, но ее пикрейт пусть незначительно, но все же вырос. И уж явно ее берут не из-за оружия. Ладно, заканчиваю язвить, переходим к изменениям. Тряска экрана. Изменения, про которые мы задолго о первых сливах шутили с Проксом. О том, как ее можно отключить в настройках и как это по киберспортивному. И как же мы ее долго ждали. Функция, которая должна была появиться еще со старта игры с появлением самого первого турнира по осаде. Разработчики продолжают гнуть свою линию, что они добавили переключатели, которые убирают тряску экрана в угоду людей, которых как бы укачивает в этот момент. Не знаю, как правильно назвать эту болезнь или просто недуг, чтобы не обидеть. В общем, делается это для людей с небольшим дискомфортом. И ни слова о том, что это добавляется для того, чтобы убрать ситуации, когда в момент твоей перестрелки кто-то взорвал брич на другом конце карты и ты пляшешь прицелом по всему экрану. И по-любому ее позволят отключить не потому, что ни в одном шутере, нацеленном на крупные киберспортивные матчи подобного нет. По той причине, что это привносит рандом в геймплей и по-любому киберспортивные команды все до единой останутся с включенной тряской на следующем турнире. В скобочках нет. Я на 105% убежден, что тряска экрана отключили исключительно из-за киберспортивной составляющей. А чтобы люди, застрявшие в осаде 2015 года, сильно не бомбили, оставили возможность ее включить и прикрыли это все соусом от укачивания. И не поймите меня неправильно. Я читал ваши комментарии, что реально некоторые люди испытывают дискомфорт во время тряски экрана. Я верю и полностью поддерживаю подобные изменения. Но конкретно этот случай сделан не для вас. Во всяком случае, я убежден в этом на 100%. По той простой причине, что в том же экстракшене есть куча различных настроек со старта игры. Для датоников и остальных недугов. Но ни о каком укачивании там и речи не идет. Хотя в экстракшене тебе дерьма в лицо летит куда больше, чем в осаде. Я уж не говорю про укачку. Также разработчики исправят еще одну беду. Это звук от ходьбы на корточках. Из-за проблем микширования звуков, звук ходьбы на корточках и звук ходьбы на так называемом альте, то есть медленным шагом, почти не отличался. Они были оба низким. Но краунч передвижения были куда быстрее, что в целом исключало нужды в принципе использовать медленный шаг в игре. В новом сезоне разработчики поднимут звук шагов в положение сидя, что приведет к альтернативе в движении. Либо быстрее и более слышно, либо медленнее и почти незаметно. Последние две новости мы уже обсуждали мельком в предыдущих видео, но без официальных пояснений. Некоторым оперативникам добавили третий слот во второстепенное оружие. Сделано это для альтернативы Гон СХ, который теперь таскаются все кому не лень. Поскольку ситуация, когда у вас нет возможности перезарядить основное оружие и нужно переключаться на пистолет, бывает крайне редки. А вот Гона нужна в каждом раунде разносить гаджеты и баррикады защитников. Плюс ко всему разработчики хотят дать возможность более уверенно чувствовать себя на ближней дистанции таким оперативникам, как в ДКЕБе Глаз Тачанка. Хотя при чем здесь Тачанка, хрен его знает. И насчет Глаза. Как вы уже знаете, он станет трехскоростным опером. Увеличение мобильности Глаза пропорционально добавлению ему ПП во второстепенный слот. Сделано это для кузуальных игроков, которые еще не совсем адаптировались под игру с его ДМР. Опять же, хочу напомнить, как разработчики еще не так давно резали его под предлогом, что Глаз не должен идти на штурм наравне с той же Ингой. Он должен соблюдать дистанцию, прикрывать команду, ведь он снайпер. В общем, черт пойми что, в любом случае Глаз действительно посвежее играется с тремя скоростями, во всяком случае на первых порах. Увидим, как это будет работать на практике. Ну а у меня на сегодня все. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok